доброго всем здоровья простудными заболеваниями мы страдаем по несколько раз в году особенно дети у которых повышена контагиозность многие переносят эти заболевания на ногах что категорически невозможно кто-то лежа в постели ощущает тяжесть своего состояния и не приглашает докторов именно этой проблеме профилактики гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний мы посвящаем всю нашу сегодняшнюю программу сегодня выпуске факторы риска осложнения отличие гриппа других острых респираторных вирусных инфекций особенности иммунизации от гриппа тонкости специфического лечения фитотерапия простудных заболеваний а также как правильно бороться с повышенной температурой тела острые респираторные вирусные инфекции встречаются повсеместно и являются самым распространенным инфекционным заболеванием в мире заболеваемость не поддается подсчёту, в среднем взрослый человек переносит острые респираторные вирусные инфекции не реже двух-трёх раз в год. Наиболее подвержены инфекции дети первых лет жизни, до 10 раз в год, что связано с посещением ими детских учреждений и отсутствием сформированной иммунной системы. А разобраться во всём многообразии острых респираторных вирусных заболеваний нам сегодня поможет врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова. Вера Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Итак, с чего могут начаться вирусные заболевания? Вирусные заболевания могут начаться с насморка, слезотечения, общего ухудшения состояния, неприятных ощущений в мышцах, в суставах и с повышения температуры тела. Но сезон как раз благоприятный, к сожалению, для роста инфекции? К сожалению, да. Инфекции в этот сезон, как правило, увеличивается количество острых респираторных. Для того, чтобы узнать врага в лицо, необходимо узнать обо всем его многообразии. Вот этому и посвящена наша следующая рубрика. Природа вирусов полностью оправдывается переводом их латинского названия. Вирус означает яд. Они – особая форма природы. Некоторые ученые не относят вирусы к живой природе. Они – биологически активные белковые молекулы. Вирусы не способны жить и размножаться вне организма хозяина. В их строении отсутствуют органеллы и обмен веществ. Тем не менее, с живой природой их объединяет способность к естественному отбору и эволюции. Кстати, именно из-за быстрой изменчивости генома многие вирусные болезни так и не удалось победить. Прежде всего, следует сказать, что группа респираторных вирусных инфекций, в целом, хоть у них и одинаковый механизм передачи, но есть некоторые клинические отличия. Например, риновирусная инфекция, как правило, сопровождается выраженным ринитом, то есть выделением слизистых, выделением износа. И осложнения здесь в основном свяжены с поражением лорорганов. К другим респираторным вирусам относятся также РС-вирусы, поражающие легочную ткань и способные вызывать пневмонии и бронхиты. Аденовирусы, поражающие лимфатические ткани миндалин и вызывающие состояния, похожие на ангины и фарингиты. Особняком среди острых респираторных заболеваний стоит вирус гриппа. Вирусы гриппа бывают двух типов А и Б. По проявлению они мало чем отличаются, однако лечатся разными препаратами. Из-за разного строения оболочки к ним применяются различные по химическому строению препараты, которые губят вирус на разных стадиях его размножения в клетке. Для всех респираторных вирусов, кроме гриппа, наука до сих пор не нашла специальных препаратов. Из всех респираторных вирусов вирус гриппа обладает наибольшей патогенностью и вызывает выраженную интоксикацию. Однако на сегодняшний день надо понимать, что вирус гриппа в моноинфекции встречается не в большинстве случаев, а в 20-30%. В остальных случаях это бывает смешанная так называемая инфекция, микс инфекция. Сегодня фармакологический рынок пестрит тысячами препаратов, которые обещают мгновенное излечение от простуды и гриппа. Но на деле все обстоит далеко не так радужно. Причиной того, что современная наука не нашла рецепт для борьбы с респираторными вирусами является то, что они крайне изменчивы и многообразны. Каждый год вирусы изменяют свое строение и каждый раз человечество сталкивается с новыми штаммами. Исключение составляет вирус гриппа, который может быть смертельно опасен. Всем хорошо известны штаммы свиного гриппа и испанки. Сегодня для их лечения разработано три группы препаратов. Именно поэтому мы рекомендуем при развитии респираторных вирусных инфекций или гриппа обращаться к пациентам, обращаться непосредственно к врачу, а не заниматься самолечением. Потому что именно вот такие мелкие клинические признаки, которые позволяют врачу заподозрить то или иное заболевание, это, конечно, позволяет своевременно назначить адекватную терапию. В одной из рубрик нашей программы мы отвечаем на многочисленные вопросы, которые получаем от вас и в электронном виде, и в виде писем и телефонных звонков. И сейчас сделаем акцент на одном из сообщений. Вера Владимировна, многие спрашивают, существует ли вакцинация от простуд и как можно ее получить для того, чтобы обезопасить себя от вирусов? Ну, сейчас существует вакцинация именно от вирусов гриппа, от нескольких видов вирусов гриппа. К сожалению, от всего спектра возможных простуд, так скажем, то есть острых респираторных инфекций вакцины нет, поскольку их циркулирует примерно, ну, более десятка. Ну, мы знаем программу иммунизации против гриппа, и в этом году Республика Крым вышла уже на 42% всех привитых граждан нашей республики. Это очень хороший результат. Это хороший результат. Понимать стали наши граждане о необходимости таких прививок? Да, граждане с охотой прививаются. Чем выше процент привитых, тем меньше процент заболевших. Все условия были предоставлены, люди могли обратиться по месту жительства и получить бесплатно вакцинацию от гриппа, потому что для того, чтобы сформировался полноценный ответ организма, нужно, чтобы прошло определенное время. Однако иммунизация – это не метод лечения, а вот как лечить и что необходимо делать для того, чтобы остановить уже имеющийся процесс воспаления? Наша следующая рубрика. Вирусная инфекция – это большая проблема, не только респираторная, вообще все вирусные заболевания. Что касается эффективности лекарственной терапии, то она в основном симптоматическая. Каких-то препаратов, если речь идет об острых респираторных заболеваниях, а не о гриппе, которые бы эффективно воздействовали на вирусы, которые вызывают их тоже очень много, вот эти респираторные заболевания фактически нет. Очень существенно понимать, что никакие антибиотики ни на какие вирусы не действуют. Назначение антибиотиков, необоснованное при вирусных инфекциях, ведет к увеличению резистентности бактерий к антибиотикам. Мы теряем препараты, то есть для будущего это очень серьезный недостаток. Что касается рекламы, такой достаточно навязчивой, на мой взгляд, массы препаратов, которые рекомендуют для лечения ОРЗ, которые являются индукторами интерферона, у всех это на слуху, эти препараты не имеют достаточной доказательной базы. Лечение респираторной вирусной инфекции должно быть преимущественно симптоматическое. Снижение температуры, если она выше 39 градусов, остановка насморка, санация ротоглотки. Специальные противовирусные препараты разработаны только для лечения гриппа. В зависимости от типа гриппа, срока начала болезни, выбрать препарат может только врач. Действия препаратов, стимулирующих выработку внутренних факторов защиты, интерферонов, терапии острых респираторных вирусных инфекций не доказано. И все-таки существует так называемая симптоматическая терапия, которая помогает облегчить состояние заболевшего острыми респираторными вирусными инфекциями. И, наверное, Веролин, дадим некоторые советы по этому поводу? Да, в первую очередь это домашний щадящий режим. То есть нужно остаться дома, не идти на работу, желательно в постель. Это обильное теплое питье, это легкие какие-то блюда, это выделение пациенту больному отдельных чашек, ложек, полотенца, для того, чтобы не заболели окружающие его люди. За всеми, если температура высокая, если общее состояние тяжелое, то нужно тогда обязательно обращаться к врачу. Вера Владимировна, спасибо вам большое за столь полезную информацию. Я думаю, наши телезрители внимательно послушали и обязательно возьмут на вооружение те советы, которые вы сегодня давали. Спасибо, желаю всем здоровья. На страже здоровья человека стоят не только фармацевтические препараты, но и наши зеленые помощники. И вот о фитотерапии простуд в нашем следующем сюжете. Растения, способствующие выздоровлению при простудах. Малина. Обладает жаропонижающим действием, снимает воспаление, повышает иммунитет, оказывает мочегонный эффект. Тимьян. Имеет обеззараживающее действие, противовоспалительный эффект, успокаивает, способствует отхаркиванию мокроты. Плоды шиповника. Повышают иммунитет, обладают жаропонижающим эффектом, выводят токсины. Калина. Обладает общетонизирующим эффектом, имеет высокое содержание витаминов, снимает системный спазм. Первые дни при острых респираторных вирусных инфекциях, пожалуй, самые тяжелые, когда и температура повышается. А вот надо ли ее сбивать? И что делать, если столкнулись с такой ситуацией? Об этом в нашей следующей рубрике. Согласно современным взглядам на коррекцию гипертермии или повышенной температуры, при острых респираторных вирусных заболеваниях, в медикаментозной коррекции или снижению температуры нуждается температура, которая превышает 39 градусов. Если пациент, ребенок или взрослый человек при температуре до 39 чувствует себя комфортно, не задыхается, то, в принципе, подъем температуры в таких ситуациях обусловлен тем, что организму проще при повышенной температуре создавать новые антисела, и это фактически борьба с вирусным компонентом. Измерение температуры – это или традиционные методы в подмышечной впадине, электронными или ртутными термометрами. Существуют вот такие инфракрасные термометры, которые практически одномоментно при прикладывании к колгу могут вам показать температуру тела в градусах Цельсия или в рентгель. Снижать температуру тела можно только при показателях выше 39 градусов. Жаропонижающие препараты нужно принимать строго по инструкции. В случае, если лихорадка не проходит в течение 40 минут после приема медикамента, необходимо вызвать скорую помощь. Сегодня в нашей программе мы подробно поговорили о профилактике, клинике, диагностике простудных заболеваний. Надеемся, что эти советы вам будут очень кстати. Но если остаются еще вопросы, пожалуйста, письма от вас мы с удовольствием принимаем. Звоните по телефону, который видите на экране, и всего вам самого доброго. Да, и пожалуйста. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!